Даня, не пейся, не пейся. Да. Поехали, Дань. Здравствуйте, Екатерина Владимировна. Вот сейчас вы меня посмотрели, слава богу, у меня всё хорошо. А вот скажите, стоит ли вот есть сладкое вокалистом вообще? Потому что я вообще не люблю. Я, допустим, не напрягаю. Стоит какую-то диету вообще соблюдать по еде? Потому что я этим правилам очень сильно пренебрегаю. И часто слышу, что говорят, что надо. Надо есть сладкое? Говорят, что надо соблюдать диету. А, диету. Слушай, ну это, по-моему, первый раз, кто меня такой спрашивает про сладкое. Про диету, конечно, спрашивают, но про сладкое нет. В основном я, наоборот, рекомендую быть не то чтобы у медленной в еде, а наоборот кушать. Потому что очень многие певцы, и тем более, если это поющие дети, очень часто не соблюдают обыкновенный режим питания. Если ты говоришь про сладкое, то вообще надо быть сдержанным в сладости. Потому что раньше человек, еще даже 50 лет тому назад, понимаешь, как это, раньше слаще сахарные свеклы никто ничего не ел. А тут мы едим с утра до вечера такое дикое количество сахара, что никакая поджелудочная железа не выдержит. Поэтому в этом отношении дети, особенно вот эта газировка, и так далее, все эти, не хочу произноситься, не будем это рекламировать для детей. Ну, в общем, в этом отношении нужно быть максимально сдержанными. Это раз. Это надо уже понимать с самого раннего детства, потому что могут быть совершенно необратимые последствия для здоровья, или, например, что это поджелудочные железы. А что касается еды, то надо и кушать. Кушать нужно 5 раз в день. Утром, днем и вечером. Спасибо. И еще два перекусика. То есть еще должен быть полдник и второй завтрак. Ой, как хорошо. Но сладкое надо сдерживать все-таки, да? Да, конечно. Если ты хочешь сладкое, вот я тебе сейчас расскажу такой потрясающий рецепт сладкого, но который можно сделать собственными ручками. И это даже очень здорово, потому что каждый ребенок может себе позволить это сделать. Просто надо сушить яблоки. Делайте яблочные, так называемые, чипсы. Сейчас это модно. А просто раньше это были сушеные яблоки. И, во-первых, для простоты сейчас существуют сушки для яблок. А можно не сушить яблоки, а можно их просто резать. Есть. Ручками. Нет. Сначала надо посушить, надо их порезать. Ну, можно и резать с помощью устройств специальных, да? Но можно порезать ручками и посушить просто так, но не в сушке. Но это безумно вкусно. Это даже сладко. И это можно держать с собой всегда. Можно использовать как перекусики. И для желудка хорошо, для кишечника хорошо, прекрасно. И вот тебе сладость. Можно попить, чип. А вот еще один вопрос хотела бы задать. О, я тебе расскажу. Про армянские. Я обожаю армянские фрукты. И фрукты, которые, вот у тебя такая фамилия. Я, когда езжу в Ереван, я всегда там запасаюсь цукатами, всякими разными сушеными фруктами, потом их кладу в холодильник. Они такие сладкие, они такие вкусные, невероятные, пользительные, невозможные. Спасибо. Вот еще один такой вопрос. Вот когда связки нормальные, они не натружены. Как говорится, я их проверил. Ничего нет. Стоит ли молчать через какое-то время? Ну, понимаешь, в чем дело. Если мы говорим сейчас с тобой о твоих соплеменниках по возрасту, то в этом отношении надо, конечно, держать ушко в остров. Потому что возраст определенный, когда волос изменяется, это 12, 14, 17 лет, в этом возрасте может, причем у каждого этот процесс изменения, он в определенный период времени наступает или в определенный период времени он максимально усиливается. Поэтому нельзя сказать, что вот у всех 12-летних и 13-летних мальчиков будет все совершенно одинаково. Проходите, если мы говорим о мальчиках. У девочек там совсем другое. Поэтому нужно обязательно, как я уже сказала, держать ушко в острове. Вот в этой ситуации сто процентов. То есть не дожидаться, как знаешь, помнишь в этом фильме «Покровские ворота» резать, не дожидаясь передания этого. Вот здесь не надо резать, просто надо каждый раз думать и прислушиваться. Никогда не надо нарушать гигиену волоса. Короче, лучше сделать такой вывод, что сладкое лучше не есть, а есть лучше полезные фрукты, овощи и хорошие продукты. Да, как раньше делали бабушки и дедушки. И держать ухо во строк все-таки полный свой голос. Ты очень правильно сделал. Все, спасибо вам огромное. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо. Спасибо, мой дорогой. И теперь я тебя буду ждать у себя на интервью.